Бисмиллах, ахамду лиллах, салату ассаламу аля Расулиллах, аля али и асхаби, аману аля маба. Продолжаем разбор вопросов, которые касаются понятия аш-шуфа, то есть преимущественное право покупки. Первый сегодняшний вопрос. Лаукан ли ахуэйни ардун. Фаната ахаду маа нибнэйн, сумма баа ахаду либнэйни насыба. Фа лима нишуфа. Говорит, если два родных брата владели одним участком земли. Меется ввиду на двоих. Так что он не поделен должным образом. Один владеет одной половиной, допустим, другой владеет второй половиной. Затем один из этих двух братьев скончался и оставил после себя двух сыновей. Так, два сына получили вот этот участок его земли во что? В качестве наследства, правильно или нет? Теперь у нас получилось в нашем сюжете, сколько человек участвует? Участвует три человека. Один брат, который является живым и не скончался. И два сына второго брата. Самого второго брата нет, он скончался. В итоге получается, земля каким образом поделена на три части. Брат владеет половиной земли, и два сына владеют по четверти земли. Правильно или нет? Каждый владеет по четверти земли. Сумма ба ахаду лебне ненасыба. А потом один из двоих сыновей продал эту свою долю постороннему человеку. Фа лима нишуфа. В этом случае, говорит, кто имеет право на шуфа относительно этого участка земли. То есть, вот этот вот живой брат, который для продавшего сына является теперь кем? Дядей. Правильно или нет? Братом отца. Или его, или вот этот второй сын, который для продавшего сына является родным братом. Кто имеет право на шуфа больше? Или они оба имеют одинаковое право на это понятие? На шуфа. Говорит, говорят обладатели, или некоторые из обладателей знаний в такой ситуации и в той, что подобно ей. То, что второй сын имеет право больше на шуфа, чем дядя. Говорит, Скали, потому что его партнерство с этим вторым сыном, то есть у двух сыновей партнерства является каким? Более частным, более тесным. Почему? Чем, как бы, второй сын больше прав имеет относительно доли вот этого вот сына, который ее продал. Потому что они взяли эту землю по одной причине. То есть, взяли ее оба как в качестве наследства. В отличие от дяди. Дядя ее не получал в качестве наследства, а является ее владельцем изначально. Говорит, И это мнение имамы Малика, а также имамы Шафии, то есть старое его мнение. Первое мнение ясно в этом вопросе или нет? Значит, первое мнение, что говорит? Что второй сын, который является родным братом в данном случае, продавшего свой участок, имеет больше прав на шуфа, чем дядя продавшего. Говорит, Но более правильное мнение в этом вопросе, что оба этих оставшихся имеют право больше на этот участок. Точнее, имеют одинаковое право на этот участок. Как сын, так и дядя. Как сын, так и дядя. Почему? Потому что как сын, так и дядя владеют этой землей правом владения. Соответственно, этот второй сын, который продал свой участок, приводит на этот участок соседа для их обоих. Правильно ли я? Оба, как и дядя, так и второй сын получат себе какого-то третьего человека в качестве соседа. Соответственно, оба могут или оказываются в опасности, потому что они пострадают от плохого соседа. Соответственно, оба имеют право на шуфа. Что касается вопроса о том, кто из них больше имеет право на шуфа, в смысле в количестве земли, то, что оба они имеют право на шуфа, мы поняли. Теперь вопрос, а кто из них больше имеет право на большую часть земли, вот эту проданную, дядя или сын? Говорит, этот вопрос мы уже рассматривали ранее. Правильное мнение какое было в этом вопросе. Это как раз был прошлый или последний вопрос прошлого урока. Правильное мнение было, что их право является одинаковым. Несмотря на то, что дядя владеет большей частью земли, чем вот этот второй сын. Правильно или нет? Да потому что дядя владеет в нашем примере половиной земли, а сын владеет лишь четвертью участка. Но, несмотря на это, так как на шуфа они имеют право на одинаковых основаниях и на одинаковых началах по праву владения, то и право на шуфа у них одинаковое. Соответственно, вот эту четверть они разделят на двоих. Дядя заберет половину этой четверти, то есть восьмую часть уже получается, а второй сын заберет вторую половину этой четверти. Этот вопрос решал вам понятен. Далее.